Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Николай Анатольевич за последнее время. Но одно из самых обсуждаемых – это, конечно же, новая глава нашего города. Елена Васильевна Ковалёва. Большие надежды на неё возлагаются. И уже многие люди в нашей студии хвалили Елену Васильевну. И, пожалуй, только похвалу его, я адрес слышишь в последнее время, что опытный руководитель, грамотный финансист. Вы присоединитесь к этим словам. Да, я поздравляю с этим назначением высоким и надеюсь… С избранием. С избранием, да. Депутаты же выбрали. Да, да, да. 27 депутатов за него проголосовали. И так что надеемся, что ситуацию на несколько в городе поправит, будет эффективным управленцем. И какие основные моменты, на ваш взгляд, новый руководитель Кировской городом и глава города должен обратить внимание? Так это беды, которые на протяжении десятилетий идут. Это грязь – моя любимая тема в городе. Это дороги, тротуары, дворы. Вот основные меры. Также вот по освещению, вот я знаю, что сейчас готовятся они менять полностью в городе освещение на современное, на светодиодиод. Полностью в городе? Ну, я видел, что вы заложили чуть ли не 300 миллионов на 4 года или на 5 лет. В городском бюджете? Да. Ты еще информации такой не слышал, не попадалась. Безусловно, это отсфера, которую тоже нужно решать. Да, конечно же. Будет ли Елена Васильевна, на ваш взгляд, самостоятельно в принятии своих решений? Есть там версии, что, возможно, кто-то попытается и руководить? Подозрения такие есть, но я считаю, что, учитывая ее опыт, сколько она проработала в областной администрации, она должна выдержать ей. Пожелаем ей выдержать. Любой прессинг. Да. Не, ну почему прессинг? Бывает хороший, по большому счету. Вы были, кстати, на церемонии инаугурации? Нет, ну я на такие церемонии не хожу, потому что они довольно формальные, эти церемонии. Плюс непонятно, кого там приглашают и как приглашают. Ну, смешников, в частности, приглашали. Ну, смешников. Я побывал. Ну, грех был, не пригласили. Для того, чтобы освещать это событие, да. Ну, кстати, одним из самых, наверное, оригинальных подарков новой главе города был подарок, ну, скромный, по сути, преподнесенный руководителем общественной палаты Кировской области Александром Галицким. Он вручил дневник Говалевой, чтобы ученический дневник, чтобы жители такие вот оценки ставили, да. Кстати, и плюс, вот я бы пожелал ей больше в паблик выходить, в личное пространство, больше общаться, к вам приходить еще где-то. Будем надеяться, конечно. Вступая на должность, Елена Васильевна заявила, что депутаты Кировской гордумы должны забыть о своей партийной принадлежности и работать как одна большая целая команда. Поддерживаете, да, заявление? А удастся, на ваш взгляд? Нет, тяжело будет, но надо. Ликвидировать эти партийные противоречия? Нет. В частности, коммунисты на единственного представителя, ну, я имею в виду фракция КПРФ, в городе Думе уже свое такое неудовольствие высказал по поводу представителей коммунистов России Николая Барсакова, единственного представителя там городского парламента. Я сторонник того, что я вообще против противних выборов по партийным спискам, ну, как-то это неправильно. Партийная принадлежность, конечно, безусловно, надо забывать, потому что на благо города надо работать. И еще в нашем эфире Ковалева заявила, что у нее есть планы создать некий совет, некий орган консультационный с привлечением туда экспертов разного спектра. Опять же, для обсуждения городских проблем, в том числе и представителей СМИ она хотела бы видеть в этом. Кстати, мы вот вчера втроем собирались, ребята, общественники, как раз, и как раз вот эту тему подняли, да, что ей нужны какие-то такие независимые внешние мнения выслушать, не только там своего окружения, что оно ей подсунет, а абсолютно граждан города Кирова, да. Я считаю, это очень нужная вещь и очень полезная будет. Смотрите, какой формат, смотри, какие вопросы опять-таки. Ну, это самая больная тема, вопрос, это даже не столько формат и темы, сколько, а как туда, кто ей будет попадать. Наверняка будет много обиженных, да, и я боюсь, как бы опять узкий круг туда не вошел, который в СССР начнет влияние оказывать. А здесь влияния не должно быть, она должна их выслушать и принять свое решение. По прошедствии какого времени, на ваш взгляд, Николай Анатольевич, уже Елене Васильевне можно было какую-то вот ту самую оценку-то ставить в дневник? Ну, как минимум год-полтора, не меньше, не меньше, да. Пока она, так сказать, разберется, вникнет в ситуацию, в основы управления, как там все это происходит. В том числе она заговорила о некой ревизии, неком анализе муниципальных унитарных предприятий. Ну, это на федеральном уровне, это вопрос поднял. Как говорит она, для нее непонятно, как может муниципальный МУП может быть убыточен. И с года в год он тянуть за собой убытки, ничего не заработает. Ну, тем не менее, есть, да. И сейчас на федеральном уровне решается о том, что хотят вообще эти убрать, как класс убрать. Я считаю, что это правильно, давно пора. И я, кстати, у себя в фейсбуке написал про это как раз, что федеральная инициатива, и абсолютно большинство, которые комментарии было, все поддерживают и говорят, что давно пора это сделать. Ну, как известно, ведь городская администрация, она уже взяла курс на то, чтобы приватизировать муниципальное предприятие. Огласила. Огласила, да. Да, пока еще. Объявлено про детский мир, объявлено про центральный рынок. Детский мир странно, конечно. А что тут странного? Ну, это такой островок Советского Союза, который убыточен еще, вообще непонятно. Очень странно. Ну, по поводу убыточности, я не знаю. У нас была в студии руководитель департамента муниципальной собственности Анатолия Мамедова, она приводила эти цифры, порядок цифр. Там есть прибыль, но она небольшая, причем она с годами как-то вот все падает и падает и падает. Ну, по мне, так вот такие площади, они должны миллионные прибыли приносить, а никак не сводить концы с концами. Кого бы в пару, Елене Васильевне, вы пожелали, я имею в виду в пару, глава администрации нашего города, который, так или иначе, станет известен уже ближе к концу октября. Его выберут. И представители губернатора, и, как известно, представители гороскопа. Я, насколько знаю, от губернатора список уже поступил. Там, по-моему, шесть человек. Кандидатов? Кандидатов. Кандидатов непосредственно. Да, да, да. От гордум я пока не слышал. Ну, кто победил, трудно сказать. Я, честно говоря... Кто победит? Ну, да, кто победил. Честно говоря, я бы не стал зарекаться. Единственное, что надежда, чтобы хороший человек был... Хороший человек, это не профессия. Ну, да, да, я согласен. Но я не буду тут ничего комментировать. Мне даже трудно сказать. Единственное, что, чтобы честно прошли выбор. А не так, как сейчас уже объявляют, что главой города будет такой-то товарищ. Главой администрации. Главой администрации, да, извиняюсь. Будет такой-то товарищ, но, подождите, будут выборы, они решат, кто будет. Ну, вы, видимо, в первую очередь имеете в виду Илью Вячеславовича Шульгина. Да, 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 Шульгина, да. Которому прочат кресла главы администрации еще с конца прошлого года. Ну, вот как прочат, там выборы. Ну, как выборы? Ну, они же не все народные, конкурсная комиссия, да. Можно провести нормальный выбор, честный. А можно провести выборы Шульгина. Ну, это разные вещи-то. Ну, понимаю, да. Формулировка минимум разная. Ну, так или иначе, узнаем уже очень скоро. Вот здесь портал свой Кировский опубликовал по мэрам, по прошлым, которым были. Вот все Михея, Ванжелия. И вот у него одна из заслуг, я считаю, что это очень важное было, что он буквально с утра рано обходил город, но объезжал, и был в курсе всех проблем, включая там дворов и так далее, и так далее. Вот эта оперативность обязательно нужна. То есть вы идеи уже не первый раз озвучиваете вы за то, чтобы руководители городские как можно чаще выходили непосредственно? Естественно, естественно. И чтобы со мной в автобусе, в троллейбусе ездили, а не на каких-то крутых машинах рассекали. Ну, главе-то администрации будущего вы что порекомендуете? То же самое? То же самое, конечно. Вы уже начали об этом говорить. Безусловно, безусловно. Как можно чаще, как можно подробнее интересоваться проблемами. Просто быть в городе, без чиновников, без всех, просто своим взглядом прийти и посмотреть, что происходит. А Валерий Васильевич Крепостнов, на ваш взгляд, с какой целью оказался в городской думе? Для меня загадка, но он в главу администрации наверняка не пойдет. Ну, кто знает, посмотрим. А какой, ну, как вариант есть, в сетях обсуждает о том, что может он таким, вот как раз, как это выразится, управлением Ковалевой будет. Серым кардиналом. Серым кардиналом, да. Может быть так, не знаю. Но, конечно же, ход такой хитрый и интересный. Ну, вот многим, действительно, непонятно, находясь долгое время в областном законодательном собрании. Дальше я не скучаюсь, что может он замом стать или еще кем-то. По-моему, все писались, что отказался. Тем более, еще больше загадки. Еще больше загадки, да. Будем придерживаться мысли о том, что все явное когда-то становится, все тайное становится явным. Становится явным, да. Да, так или иначе. Николай Пехтин, общественник, это ваше особое мнение. Сейчас у нас небольшая пауза, запланированная, и вернемся очень скоро. Особое мнение на 101FM. Когда, кстати, по поводу главы администрации, городоначальника, замечательный разговор был на прошлой неделе с Василием Селевичем Киселевым. Вышли? Да, мы в эфире, да, в эфире уже. С мэром города, избранным с 1997 по 2007 годы. О днем с теплотой вспоминаете, кстати, Василий Алексеевич. Да, да, вполне. Он ведь тоже выходил, он тоже выходил в город, инспектировал, отходил. Он был в курсе, и он мог подчиненных и других каких-то подрядчиков отчитать, и причем реально как бы на конкретных делах, а не просто так. Он, кстати, здесь в студии указал на то, что одна из основных, наверное, главных проблем, которые порождаются многие другие, почему там решение не исполняется, то или иное не делается, равнодушие чиновников. Конечно. К делу. Конечно. Ну вот как-то так. Конечно. Попустительское отношение. Согласны с этим? Абсолютно. Что нужно менять? Абсолютно согласен. И отсюда идет очень низкие, так сказать, требования к подрядчикам по контролю, по штрафам, по исполнению. Хорошо. К городской жизни мы чуть позже вернемся. Давайте теперь поговорим о новшествах в областном правительстве. Сформировано, или вернее, наверное, еще продолжается формирование новой команды. Давайте на заместителях председателя правительства пока останемся. Из прежней команды туда Максим Кочетков, Дмитрий Курдюмов, Алексей Котлячков и Илья Шульгин. Вошли? Да. Достойны, на мой взгляд, того, чтобы продолжить работу. Мне кажется, да. И сам тренд губернатора нового на счет того, чтобы обновлять под себя команду, в принципе, в большом счете это правильно. Каждый руководитель должен свою команду сформировать, на которую он должен опираться. Это нормально. А вам понятен этот принцип, кстати, который не раз озвучивал глава региона Игорь Васильев? Он говорит, что основное для него это порядочность и профессионализм при подборе кадров. Конечно. Согласны с такой оценкой? С таким подходом. Абсолютно, да. А что такое порядочный? Ну, человек, который не врет, который реально... Профессионал-то еще ладно, а порядочность. Но который не ворует. Не коррупционер, не склонен набивать карман. Да, 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 конечно. Хорошо. Который открыто может говорить. Это может губернатору проблемы. Потому что бывает, что замыли так, что до губернатора-то не доходит ничего. Первым замом, должность первого зама областного правительства получил Александр Чурин. Уже, видимо, нужно говорить, экс-генеральный директор завода Сельмашин для вас было неожиданным. Я ожидаю вам это решение. Оно было как-то так подспудное. Почему? Потому что я общался с людьми, которые по Сельмашу довольно близкие. Они говорили, что это вообще на уровне слухов идет и что этого не будет. Но оно вот как бы... Впервые так ярко Александр Анатольевич обозначился в команде в Рио тогда еще, когда премьер-седина Россия. Да, да. Ну, посмотрим тоже. Тут трудно сказать. Но хотя для меня немножко странно. Это хорошее, серьезное предприятие с перспективой развития и уходить с него как-то. Мне бы жалко было. Жалко было. Я свою трудовую деятельность начинал на госслужбе. Цель этого... Это говорит вот как раз Александр Чурин. Я его цитирую. Цель прихода в правительство применить знания и опыт, накопленные за последние годы, в том числе в руководстве оборонно-промышленным предприятием. Здесь, в области, прежде всего хочется применить эти знания для создания условий для формирования системы устойчивого развития экономики области. Ну, это такие штатные слова. Что скажем. Смысл которых я поработал. Хочу попробовать себя на новом месте. Новые люди. Ну, он довольно молодой. Поэтому, да, у него есть шанс расти как-то. Новые люди, что касается них, в областном правительстве, приглашенные, не местные. Меня настораживает... Коммунисты по ним уже так хорошо успели пройтись. Да, я читал. Вплоть до компромата. Меня настораживает одно, что люди, которые работали в Росреестре и в области работы в регионе, ну, это разные немножко форматы, разные подходы должны быть. И справятся ли они? Вот у меня какой-то такой скепсис есть. К людям из Росреестра на руководящих должностях в регионе вы скептически относитесь? Ну, не та работа. Не та работа? Не та, конечно, не та работа. Другой формат. Да, вот если Чурин, он здесь был, он знает структуру и все прочее. А они как-то... У меня такое подозрение, скепсис есть. Лариса Маковиева стала министром финансов Кировской области. Это человек как раз-таки... Ну, про нее нет, вообще ноль ничего. А это человек из команды Елены Васильевны Ковалевой. Ну, я про него ничего не знаю, поэтому... Да. Артем Сурженко пришел на Министерство государственного имущества. Про него тоже коммунисты много чего успели уже написать. Самое тяжелое, по-моему. Самое молодое сейчас в команде. Ну, и должность такая самая убойная. Ну, вы-то склоняйтесь к тому, что рано пока судить еще, да, по биографии? Абсолютно рано. По каким-то... Нет, абсолютно рано. ...моментом отрывочным. То есть нужно посмотреть человека в деле? Конечно. Как он себя поведет? Ну, конечно. Александр Владимирович Зорин покинул пост министра информационных технологий и связи. Анонсирован приход на эту должность другого тоже человека, приглашенного. Видите, вот, по идее-то, как бы, губернатор набирает кадры себе. И нам обсуждать как-то сейчас, ну, немножко даже нелепо. Почему? Потому что, ну, мы их не видели ни в работе, они не местные, не знаем. И вся ответственность-то на нем лежит. Потом с него надо просто спросить, если какие-то проблемы возникли, то как он подбирал кадры. Ну, опять же, для этого время должно пройти. Конечно. Ну, год-полтора, конечно. Год-полтора, как вы сказали, по новой главе. Безусловно. Да, нашего города. Ну, и, наконец, давайте поговорим о людях, которые вы были из команды областной. Ольга Куземская, Владимир Бикетов, Константин. Мищенко. Мищенко. В частности, по Бикетову Игорь Васильев сказал, что человек отработал. Ну, я так, не дословно, а так интерпретирую. Человек отработал, и место там тебя найдет. Без каких-то особых оценок. Ну, на такой работе, я так понимаю, что должен быть более молодой человек, более энергичный, более коммуникабельный. На посту вы имеете в виду министра внутренней информационной политики? Да, да, да. Внутренняя информационная политика. Здесь немножко другой склад ума должен быть, и другое отношение. Может быть, у вас конкретные претензии есть к Бикетову? Маленькая публичность, его недостаточная публичность. Это, в основном, мой претензий. Основная закрытность. Конечно, конечно, конечно. А я считаю, может, наивно, но еще я так считаю, что этот человек должен быть сверхпубличный. Выходить постоянно. Сверхпубличный, то есть, прям, чтобы мы устали от этого человека? Что он тут все время мелькает и говорит? Ну, оно лучше даже. Пусть даже устанем. Но мы не устанем. Лишь бы он... А Куземская? Про Куземскую я как-то так особо не оставляю. Помните, как удивлялись? Человек с огромным количеством высших образований. Да, да, да. Да, здесь. Я вот... То, что ты говорил про Росреест. Может быть, специалист в Росреестре был, ну, супер. Но не факт, что он будет хорошим специалистом в администрации. Так же Куземская. Да, у него образования много, всего много, заслуг много. Но как управленец, может, не ее. Не получилось? Не получилось, да. Ну, вот те же коммунисты настаивают на том, что череда громких скандалов повлияла на это решение. Чтобы Ольге Викторовной... Я сомневаюсь. В том числе правоохранительного такого, противозаконного рода. Не, я сомневаюсь. Скорее всего, просто... Может, она сама осознала, что не ее это... Еще одну тему, которую активно продвигает КПРФ в последнее время. Лидер кировских коммунистов Сергей Павлинович Мамаев на своей странице в соцсети назвал руководство области ликвидационной командой. Ни много, ни мало. Перед которой стоит задача упразднить Кировскую область как субъект. Якобы вопрос в федеральном центре уже решен. На самом деле, слухи такие ходят. Нет, об этом мы здесь с вами говорили. Я говорил еще месяца два, наверное, три назад. Я тоже считаю, что они не беспочвены. Не беспочвены. То, что вопрос решен... А что он-то отдает основания так считать? Что вы читаете? Кого вы слушаете? Были высказывания Матвиенко насчет этого, насчет укрупнения регионов. Дальше похоже, что политика государства в строительстве регионов немножко меняется. Хотят все же сделать меньше регионов, чтобы было. Похоже, да. Не упразднят Кировскую область, а объединить укрупнение. Это может произойти вполне, я в это верю. С кем? Удмуртия. Удмуртия? Да, может быть, Вологодская область. Ну, как Вятский край раньше было. Еще говорят Коми, возможно. Коми, я сомневаюсь. То есть, я сомневаюсь, там Коми, Пермятский округ, Коми, там, вряд ли. А вот с Вологды, может быть, вполне. Как раньше было. Вятская губерния, наверное, все входили. Удмуртия, нынешняя территория Удмуртии. Да. В том числе, территория современного Татарстана. Ну, не знаю, как-то с тревогой все-таки воспринимаете эти новости-то? Нет, нет, нет. Или пусть будет, как будет. Нет, не то, что тревоги никакой нет. И что, как будет, так будет, да нет, ну, это нормально, как бы. Просто многие уже переживают, как это в райцентр-то превращаться. А почему в райцентр? А вы считаете, что райцентром можем быть? Были же мы когда-то райцентром в составе Горьковского края? Я считаю, что Киров останется центральным, скорее всего. То есть пусть трепещут жители другой столицы, другого региона. Это они станут райцентром. Нет, мне ничего страшного. Я абсолютно не вижу нормальные такие процессы. Единственное, что надо понимать, что они в одном моменте не делаются. Это очень долгие процедуры. Это пока Госдума примет, пока там всякие законы. Это может лет пять-семь пройти. Ну, вот повторюсь, что эту тему сейчас активно будирует КПРФ. Вообще информационные потоки, которые от коммунистов идут, вы их читаете, отслеживаете? Читаю. Читаете? Ну, может, что-то пропускаю, может, ничего, но читаю, да. У нас немного ресурсов, на самом деле, где они. Где они публикуются. Все всерьез воспринимаете? Вот сама риторика коммунистов, она... Нет, я как... Ну, если так можно сказать, я так философски подхожу. Философски. Философски, да. Просто вот недавно ты как раз активно обсуждали, как Сергея Павлиныча к новому сезону. Да. Понимаете, сейчас время такое даже во всем мире. Вот эти фейк-ньюс там и так далее. Поэтому на все так смотреть философски спокойно. Литровать, как говорится. Конечно, конечно, конечно. За веру сейчас брать что-либо очень сложно. Я напомню, что это особое мнение Николая Пихтина, общественника. Мы еще будем продолжать нашу беседу. Напоминаю, что на сайте хакирова.ру есть форма для того, чтобы вы могли задать свой вопрос. Все работает. Быстро придет ваше замечание или предложение, или вопрос. Мы вернемся в студию после рекламы. Это будет через минуту. Особое мнение на 101.фм Как раз сейчас читаю новости на сайтах хакирова.ру. Сегодня проходит публичное слушание по бюджету области. И, кстати, хочу анонсировать завтрашнюю нашу программу «Дневный разворот». С 11 часов мы будем ждать нашей студии председателя, Заксобрания Кировской области Владимира Быкова и других представителей областного правительства и нашего регионального парламента. Пишут, что действительно есть надежда, что это долговое бремя немножко как-то попроще с ним будет. За счет федералов. За счет федералов. Новая система на федеральном уровне вводится, когда мы отдавать будем не так активно по новым правилам. Есть такие уже. Это заслуга не регионы, а федерального центра. Собственно, сегодня прослушивание пройдут, и завтра мы подробно эту тему обсудим. Хорошо, продолжаем. Немножко еще хочу про ОЗС-то вас спросить. Как известно, в областном парламенте у нас третий штатный заместитель. Им стал Владимир Костин. Как оценивать это событие? Двух заместителей было мало. Когда я это услышал, я сразу подумал, а почему не седьмой? Вообще мне непонятно, зачем... Максимум у нас четыре было, да, в предыдущем Сазаре? Мне вообще непонятно, зачем освобожденные работники нужны. Председатель освобожден, все остальные, все на добровольной основе работают. Это надо громче и увереннее говорить. Так, вы, председатель, получаете, остальные все, не получаете ничего. Вы знаете, у меня в последнее время такая, как сказать, позыв такой пошел, что АЗС, что городскую думу на процентов на семь месяцев сократить. Аппарат имеется в виду. Потому что это так раздуто. Я вот когда был в свое время депутатом городского совета, было три человека штат. Количество депутатов это же. Ну да, они шумели, что там не справляемся, не успеваем. Но три человека, сейчас говорят, чуть ли не 50 в городском. Ну это явный переизбут. Ну вот сам Владимир Костин у нас в эфире заявил, что работая на постоянной основе, якобы лучше свои полномочия будут депутаты. Будем ближе к народу, будем лучше наказы избирательные, проблемы решать их. Ну штатное заявление. А что еще он мог сказать? Конечно. Только какая связь он оплачиваемый и как реализуется больше наказы избирателей, у меня связь эта не совсем понятна. И как, что депутаты будут свои полномочия лучше исполнять, тоже не совсем связь понятна. Ну, есть ведь, видимо, достоверная информация о том, что якобы федеральный центр принял решение о том, что и представители оппозиционных партий должны занимать оплачиваемые должности и быть более заметными. Нет, это да. Я согласен, но эта должность могла быть и не оплачиваемая. Я опять же о своем. — Количество депутатов, в общем, можно оставить, на ваш взгляд? — Нет, количество не на трое. А аппарат, люди, которые, собственно, обеспечивают вроде как работоспособность, могут и подужаться. Могут и поактивнее работать, чтобы... — Процентов на 70. — Процентов на 70. — Квардинальное изменение. — Да. — Хорошо, давайте сейчас к городским делам перейдем. — А вот я уверен, ну так, пофантазировать, если вот с завтрашнего дня на 70% действительно аппарат сократится, расходы на него сократятся, ничего не изменится. — Вы имеете в виду эффективность? — Конечно, конечно. — Качество? — Конечно. — Реализуемые решения, принимая их, ничего не изменится. — Давайте к городским делам перейдем, поговорим и о той самой грязи, и о дорогах, и тротуарах. Вот буквально в конце прошлой недели, да, поступила информация о том, что на сегодняшний день в Кирове по федеральной программе формирования комфортной городской среды полностью отремонтировано только 20 дворов из 60 запланированных. Хочу похвастаться, двор, где находится дом, в котором моя семья живет, он как раз попал в эту программу с месячным опозданием, но все-таки вот сделали, сделали. То есть понятно, да, из этих цифр, что недостаточно оперативно все это происходит. И, собственно, под вопросом, видимо, финансирования на будущий год данной программы, потому что сдать в срок и качественно все сделать, это один из критериев, влияющих на получение денег из федерального центра. — Ну, кстати, здесь проблема, здесь не столько на саму власть как бы надо грешить, а большая проблема, мне кажется, это отсутствие подрядчиков, которые могут эффективно, нормально, хорошо работать. То есть их недостаток. То есть деньги были, решения какие-то законодательные были, а исполнительные не нашлось. То есть вопросы больше к ним. — Сроки он. — Это уже ционов, возможно, вопрос контроля, как таково. — Вот эти все процессуальные, вот эти все вещи, они существенно, на ваш взгляд, тормозят реализацию. — Конечно. — Ну, опасения-то в любом случае есть, получим, мы не получим на будущий год. — Ну, времени осталось мало, у нас два месяца осталось небольшим. Успеют ли остальные там 40 доделать, я сомневаюсь. Поэтому, скорее всего, проблемы возникнут. — Ну, я знаю, по рассказам родственников, знакомых, близких, наших слушателей, в разных районах города сейчас грандиозная работа еще. Они идут, продолжаются, и грязь стоит при этом, и проехать очень трудно, и пройти невозможно. А зима на носу. Вот ничего не изменилось. Пришли такие деньги из федерального центра, а мы вот как-то ни шатка, ни балка. — Почему? — Горько. Горько от этого всего. Почему? Ну, это система такая. Кстати, между прочим, такое было. Это валить здесь, вот эти госзакупки, конкурсы все, я считаю, немножко не совсем правильно. Почему? Потому что, я уже говорил, я в Кирове живу там 73-го года, оно и тогда так же было, и сейчас так же. А уже и страны нет, и власть сменилась, и все прочее, а оно все равно так. — Вот участок дороги, отремонтированный в моем дворе, там такой есть небольшой отрезок, сделали бордюры, положили новый асфальт, но при этом, что там, клумбы, ну, земля, предположим, она нависает над этим, на всем. — Ну, вот скоро дожди осенние пойдут, куда это все потечет, естественно, будет грязь. — Да, будет грязь. Я, кстати, вот сам еще не посмотрел, улицу Красин ремонтировали, там напротив гостиницы Киров сделали такие бордюры, поставили, что сейчас там после дождика, ну, море буквально, вот, некуда избивать, линьевки нет, стоков нет. Так что, вроде бы, хорошо, а с другой стороны. — А по городу ситуация? Даже ведь много и хороших участков, недавно отремонтированных, но вот дождик прошел, и огромная лужа образуется. — Так, так обойти, а если с коляской, а если человек с ограниченными возможностями? — Ну, я говорю, нехватка исполнителей, плюс, не говоря уже об их мастерстве, то есть нормальный, хороший исполнитель, он просто такие вещи не будет допускать. А они делают, значит, так, лишь бы сделать. — Ремонт дорог, давайте еще и о нем поговорим, безопасные и качественные дороги. Трасса Киров-Русская, самая большая, у нас самый крупный лот. Вот есть новость о том, что люди начали жаловаться, что на одном из участков этой трассы появились небольшие трещины, там ямы какие-то, ну, понятно, что это не должно сразу же там быть, только-только сделали, руководитель дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин сказал, что подрядчик знает и устранит за свой счет. Вот общественники ведь, вы говорили о своем отношении к общественникам, молодцы, ребята. — Они молодцы, они контролировали. — Они ведь предупреждали с самого начала, вы что делаете, вы, ну, помните, да, в тех заданиях моменты некие отсутствовали некоторые, и это же все превратится. — Ну, здесь, может быть, и вот именно гонка идет по срокам, чтобы быстрее-быстрее надо сделать. Может быть, это виновата. Ну, я все равно, я убежден, что нормальный, хороший работник, он халтуру не будет делать. Он просто или откажется, или сделает так, как надо. — Вот свой точный прогноз, Николай Анатольевич, можете дать на эту дорогу Киров-Русской? — Золотают. — Золотают. Нет, я имею в виду, когда, не знаю, там... — По срокам? — Вот у нас свое внимание, такое негодование к себе уже может привлечь. — Мне кажется, через месяц, не раньше. — Через месяц, не раньше? — Не раньше. — Я имею в виду какие-то разрушения, может быть. — А, разрушения? Весной посмотрим. — Весной посмотрим. Весна покажет. — У меня тоже перекресток Пугачева и Некрасова. Наконец-то. Золотали. — Золотали? — Золотали. — Ох, надо проехать. — Ну, я же каждый день дважды хожу, как минимум. — Каждый год его там получается? — Да, да. Прошлый год делали, в этот год я нынче вот хожу и прикидываю, до зимы доезжает или нет. Потому что уже выбивать стало. — А там какое-то место особенное, там чего? — Да там надо все скрывать и по-хорошему не происходит, что там. — Пучит ведь изнутри. — Там коммуникации в свое время прокапывали. И вот результат. То есть земля, видо, поддает немножко. И там вся дорога как бомбами избита, поэтому надо все скрывать и все делать по-капитальному. Потому что подъезды со всех четырех сторон, сами дороги, подъезды, перекрестка, они в нормальном состоянии. А перекресток, ну, безобразно вообще. — Ну, можно пояснить, тут перекресток рядом с ДК «Космос». — Да, да, да. — По диагонали. — Да, по диагонали. Ну и упомянутый уже мною Андрей Менькин оказался в такой интересной ситуации. Предписание от прокуратуры ему досталось за то, что в своей декларации не указало о том, что у него в имуществе есть недешевые транспортные средства. Внедорожные хорошие и мотоцикл неплохой. — Ну, сдается мне, что это не по злому умыслу сделано, а просто... — Вы хотите его защитить сейчас? — Ну, не защитить, ну да, можно сказать, защитить. Мне кажется, это чисто халатностью. — Ну, это будет исправлено. — А вот, не знаю, по-моему, как-то спал уже этот градус народного непонимания. — Давайте представим, что это было бы задекларировано, и что? — Было бы от этого легче? — Конечно, ничего не меняет. — А помните, как Андрей Юрьевич пришел на работу-то, да? Как он говорил по чесноку, что называется, что зарплата у него будет 30 тысяч рублей, да? — Помню. — Давайте оставим на его совестет. — Да, да. — И прокуратура. — Просто больше это не поднимается, не обсуждается почему-то. Ладно, а тут вот такие вещи всплывают, которые, ну, явно в этот бюджет никак не укладываются, да? — Ну, мне один чиновник, не буду говорить кто, он когда заполнял декларацию, он сказал, что она такая мудрая, такая сложная, что сразу можно и просто не понять даже, что где чего ставить. — Между тем, зима не за горами. — Это были вывозят грузовики снег за город? — Это были только заявления. — А потом появилась информация о том, что вывезли запланированное количество снега, деньги кончились, такое ощущение, что ничего и не было сделано. — Нет, это было лукасство чистой воды, потому что реально люди видели в городе, что снег не убирается и техника не работает. А нынче вот эти 14 единиц дополнительных, во-первых, я так и не нашел, а что за единицы? — Может, самосвалов 14, мы ведь не знаем. — Ну, ведь с другой стороны, это немало, 14 самосвалов. — Да их ведь загрузить еще надо. — Ну, надо отдать должное тем же общественникам, контролерам, заходам и содержанием ремонта дорог, и они сейчас говорят о том, что будут зимнее содержание за ним наблюдать, и вот они хотят проанализировать подробно эту схему и предлагают там пункты весового контроля. — Ну, по прошлому году не сошлось количество вывезенного, которое продекларировано и которое на свалке реально оказалось. Оно не сошлось, и причем... — Помните, Виталий Бром там даже в фейсбуке тоже выкладывал, прям подсчитал, сколько же это должно было быть вывезено, и там огромное количество этих самосвалов. — Нет, я как-то озвучил, ну, я, может, ошибаюсь, но, тем не менее, я взял площадь города Кирова, взял одни улицы, взял примерный снежный покров в год, и получается, что надо только с дорог. Только с дорог, не считая тротуары, газоны, дворов и так далее, вывозить порядка 800 тысяч тонн. У нас вывозят где-то, ну, 120-180 тонн. — 800 тысяч против 120. Чуть больше. Ну, понятно, что это несопоставимые вещи. — Да, только с дорог, которые асфальтированы. — Пару минут у нас остается. Еще хочу одной темой коснуться. — Собственно, инициировал-то ее глава региона. Игорь Васильев, когда приходил к нам уже после выборов на эфир 18 сентября, в списке таких планируемых вещей, прогнозируемых, он произнес свое пожелание или свое видение развития в культурном отношении нашего города. — Да и вот сказал бы, чтобы неплохо у нас, чтобы в городе появился большой концертный зал на несколько тысяч мест. И тогда к нам вы самые яркие звезды мирового уровня, в том числе, приезжали. И мы делали большой эфир на сей счет, дневной разворот в течение двух часов. Много специалистов высказались по этому поводу. — Вы человек в культуре не сторонний, не посторонний. Вы работали, напомню, в том же ДК «Кусмас». — Да, да. — Нужна такая площадка концертная на несколько тысяч мест? — Да, на сегодня в Кирове какой-то современной площадки ее нет. Дальше я бы видел немножко больше, может, так мечтаю, но тем не менее, что это должна быть не только концертная площадка, а, во-первых, трансформер, во-вторых, это должен быть выставочный зал. — Многофункциональный. — Да, у нас негде выставки хорошие провести. Это конференц-зал какой-то современный. Это все нужно, да, конечно. Ну, в сети сейчас обсуждается, там и по месту как бы люди свое видение высказывают. А разные варианты есть, не знаю. — Такой подробный и хороший комментарий на сей счет дал представитель Совета директоров компании Кировской ССК Денис Крутехим. Он, спасибо, позволил представить масштабы, дал понять, что это все не очень, не все так просто. — Это дорогого удовольствия, особенно начинка. — Две-три тысячи мест, я цитирую его, это парковочные места, конференц-залы, гримерки и так далее. — Ну, это многовато, где-то примерно полторы, ну, две-двести примерно, больше не надо для Кирова. — А может, место тут, свое видение? — Своё видение по месту, возможно, в размещении предложится? — А вы знаете, место, да, есть очень интересное видение на месте центрального рынка. — О! — Которое уже устарел морально, и я был не так давно, ну, не как давно, ну, может быть, с полгода больше назад, ну, зрелище ужасное, конечно, тоже там находится. Плюс там, если помните, там предлагали уже вместо него там торгово-культурный центр построить и так далее, но торгового центра там в округе, ну, очень много. Поэтому смысл еще один, я считаю, неправильно. А вот так был бы вот такой центр, там очень хорошее место. — Концертный зал, именно. — Да, там коммуникации, дороги, там все есть, все необходимое есть. — Ну, опять же, если говорить о реализации, о практической плоскости, то, по большому счету, это пока наши хотелки. — Наши хотелки, я подчеркну, что эта речь идет, что это будет, если это будет строиться, то не за счет бюджета, а за счет инвесторов. — Частно все-таки. — Частно, да. — На этом завершается время нашей беседы. Николай Пихтин, общественник, особое мнение. Всего доброго, до свидания. — Спасибо. — До свидания. Далее новости и наши традиционные тематические программы. Особое мнение на 101FM